Тамара Дмитриевна работает в Порошино более 40 лет. Здесь она фельдшер и акушер в одном лице. И за годы практики какие только истории не случались. Например, когда спасала беременную женщину с токсикозом. В тот вечер, говорит, едва не умерли двое. У нее повышалось давление, начались судороги. Она, знаете, вот подпрыгивала на кушетке. Изгибалась, вот все, судорожный синдром был у нее. То почернеет, то побелеет, то захрипит. Уступили, я на все как уснула. Я все виды видавшая. Вот это не каждый вытерпит. Вот это посмотреть, вот это такую патологию. Неравнодушный медик вызывает доверие у всех пациентов. Когда обратишься, сразу приходит на помощь. Всегда нас выручает в трудные моменты. Не боитесь за здоровье своего? Нет, я ей доверяю. Доверяют и коллеги из районной больницы. И надеются, что в свои семь с Тамарой Дмитриевной еще не скоро покинет пост. Главное, чтобы и медпункт остался цел. Грибок на стенах, потеки с крыши, а еще скверные окна. Они, цитата, вот-вот выпадут от малейшего ветра. Все это выдержки из письма жителей во время прямой линии к губернатору края. Нетрудно догадаться, что у Виктора Петровича возникли вопросы. У нас крыша протекала. У нас было до такой степени, что убежала с крыши и тазики ставили. Мы заменили это. Хоть шифер был бушный, это фермерские хозяйства помогли, но мы закрыли. У нас нету. У нас грибок по стенам был. Все это убрали. Все у нас сейчас, сами видите, стены чистые. Местные власти уже пытались самостоятельно решить проблему. Подавали документы на проект местной инициативы, но не прошли. Оплатить все работы бюджет сельсовета не в состоянии. Замена окон, замена кровли, крыши и дверного входа, то есть проема двери требуется. После прямой линии Виктор Томенко взял ремонт ФАПа на контроль. Он уже поручил выделить на это деньги из краевого бюджета. Политина Аскирова, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.